Сложно найти мальчика, равнодушного к автомобилям. В три года – это любимая игрушка. В 30 лет – средство передвижения или предмет гордости. А в 70 – экспонат ретро-коллекции. Только вот эту машинку уже не возьмешь с собой в песочницу, да и не всякий мастер возьмется ее ремонтировать в случае поломки. Валерий Иванович получил свою ласточку от сына в подарок на день рождения. Радовался, как ребенок, и до сих пор, вспоминая тот день, расплывается в улыбке. Две недели за этого он просто говорит, пап, я тебе хочу на день рождения подарить модельку. Я коллекционирую модели машин, и как ты хочешь, чтобы я ее раскрасил? Ну, я ему нарисовал, он вот эту так и покрасил. У меня радость до сих пор, я не могу говорить вот так вот. Так трепещут в груди. Так что мечты сбываются не только в детстве, но и на 70-летний юбилей. Машина немного моложе своего хозяина, ей 50 лет. Общаясь со своей ласточкой, Валерий Иванович вспоминает отца. Он тоже был водителем, гонял студебекеры через Иран. И убеждает нас, эта машина будет на ходу еще лет сто. Мы внуку подарили в прошлом году, тоже на день рождения, маленькой, так у него тоже было радости. Ну, чем мы отличаемся старой от малых? Одинаковые, что они, что мы. Подарок есть подарок, а такой дорогой подарок, это еще дороже. В салоне и под капотом ГАЗ-21 точно такой же, как полвека назад. Вместе с сыном Михаилом Валерий Гвозденко не просто восстановил первозданный вид машины, но и значительно улучшил ее. Так, по Зеленоградской трассе из авто удалось выжать аж 110 километров в час. Изменился и ценник. Теперь «Железный друг» стоит не меньше полумиллиона рублей. Однако продавать его никто не собирается. ГАЗ уже стал семейной реликвией. За своими красавицами, а владельцы ретро-авто склонны давать машинам ласковые прозвища, и уход особый. Шутят, это как родная жена. И мастеров ищут себе подобных. Кто будет получать от работы удовольствие? Есть люди, которые, ну, я в том числе, я не считаю, что это груда металла, это живой организм. С ним надо уметь общаться. Когда содержишь в чистоте и порядке, и справности, то она тем же отвечает. Фанаты отечественного и зарубежного автопрома соберутся на площади перед Домом Совета в субботу 30 мая. Три часа дня автор-ретро-клуб «Калининград» объявит о начале международного фестиваля. А в воскресенье в 10 утра проведут масштабный автопробег. Антонина Слатвинская, Юрий Жуков, Служба новостей «Город».